Вот, например, я сейчас смотрю на камеру. И что я вижу? Я вижу, что там лампочка красная. Я вижу двух ребят, которые около камеры. А всё остальное я как будто бы не вижу. Но так ли это? А теперь я себя спрошу, а что же я вижу на самом деле? Вот я вижу и лампочку, и я вижу эту колонку справа. Я вижу, ну я скажу, что где-то две трети потолка. Я вижу эту бумагу у себя на столе, микрофон, цветы. Я вижу тех людей, которые сидят сбоку. Вот что я вижу. И всё это записывается. Вот вы прошли, я знаю, куда вы прошли. Вы запыхались и прыгнули в трамвай. Увидели своего приятеля. И вы смотрите на него, но вы не только его видите. Вы ещё периферическим зрением видите какую-то физиономию. На которой дописано, что это человек к вам относится, может быть, плохо. Какую-то злобу, не так поднятую бровь, вы видите. И это запоминается. Хотя активного внимания на тот предмет не было. А потом вы приходите домой, и вдруг это всплывает у вас. Это физиономия. Вы её не осязаете, вы её не представляете. Но она посеяла тревогу своей мрачностью. Своим подбородком, может быть, квадратным. Или каким-то шрамом на лбу. И эта физиономия посеяла тревогу, и у вас начинает подниматься давление. А это сопровождается головной болью. И это всё называется одним словом. Сглазили. Да не сглазили. А вы поймали ненужную информацию подсознательно. А всё то, что приходит подсознательно, оно сильнее всего действует. Я всю свою работу построил на том, что как-то интуитивно подсмотрел у природы, как нужно влиять. Потому что проблема влияния – это проблема номер один. Ну, например, чего проще сейчас всем вам сказать. Уважаемые, я сегодня слышал, дамы и господа, и, честно говоря, мне это не понравилось. Скажу, почему. Я отвлекаюсь. Ну, то, что дамы, это при любом социальном строе, дамы всегда остаются дамами. А вот господа, а стали мы уже так быстро господами. А почему так улицы заплёваны? А почему матерщина? Неужели человек, который матерится, он может называться господин? Да, по-моему, ещё это рано, это словечко применять. Дамы, дамы можно, господа, надо ещё подумать. Так вот, я часто подсматриваю, как бы нечаянно, в окружающем мире, который для меня состоит, и из людей, и животных. Не обижайтесь. Там тоже кое-что можно подсмотреть. Например, собаке я подсмотрел одну вещь. Собака, а самец никогда не кусает самки. И всё. И считаю, что человеку этому надо поучиться чуть-чуть. Много таких поучитых вещей существует вокруг, и они вооружают одним способом проникновения. Вот сейчас я могу что-то сделать. Мог бы сказать, уважаемые дамы, ну, пускай будут товарищи, господа, друзья, а ну-ка, чтобы вы в понедельник все были здоровы. И всё. И сказать, до свидания, сеанс закончен. Информацию дал, так сказать, установку дал. А что с этого? Первая часть хорошая. Будьте здоровы. Кстати, не зря и существует, когда мы приветствуем друг друга. Будьте здоровы. А вот вторая часть хромает. Эта информация не усвоилась. Вы её отторгли. Всем хочется быть очень здоровыми, красивыми. И чтобы ничто не болело, но все вы нечаянно сопротивляетесь. Почему? Потому что словами сказано. Человек страшно сопротивляется слову. Вот в чём дело. Если бы, я вчера эту мысль как-то так обыгрывал, и сегодня тоже. Если бы слова имели такую огромную силу, они имеют огромную силу, но только на наше сознание. Вот. Ну, допустим, можно оскорбить. Оскорбил один человек другого, и в ответ на это он покраснел, побелел. А в худшем случае, да и ещё что-то случилось. Но не больше. А то, что касается телесных функций, тела, там словами ничего не сделаешь. Вот и всё. Ничего. И поэтому психотерапия всего мира, хотя за рубежом психотерапия называется по-другому, она бессильна перед болезнями тела. Поэтому существует и хирургия, и терапия, и эндокринология, и офтальмология, и всё, что хотите. И в нашем деле, а наше дело вон какое, что я лично горжусь и настроен только, и заботен только одним предметом. Как изменить ваши тела? Но я не хочу сказать, что вот вы будете красивее, хотя, может быть, и да, это тоже. Но как сделать то, что в вашем теле, скажем, не было, ну, такой опухоли, как мастопатия, грудные железы? Ведь вам не хочется. И вы же разговаривали с этой мастопатией, и вы даже просили её, чтобы она прошла. Я знаю, что говорят пациенты, как иногда разговаривают. Вот мы привыкли, что мы разговариваем друг с другом. А вот такого, например, что ты разговариваешь со своим желудком. Меленький, родненький, ну, отпусти, ну, уже не могу, уже скоро подоконник перегрызу зубами, больно. Ну, отпусти, а он не отпускает. Не хочет слушать желудок ни угроз, ни просьб, ничего. Делает своё дело, и всё. Или же желчный пузырь очень несговорчив. А камни в желчном пузыре. Только пока их не удалят, ничего не бывает. И соответствует это законам природы. По-моему, тут здесь есть вот что. Коль в организме они созрели, и организм их взлевел, он же может их разрушить. Значит, первая часть рассуждения правильная, это может возникнуть. А вторая часть рассуждения, это может исчезнуть. А вот этой части нет, хотя аналогично. Маятни качнулся влево, качнулся вправо. И меня всегда это озадачивало, как же так, ну, как добраться? Как добраться до того, до чего нельзя добираться? И случилось то, что я всегда со скепсисом относился к любому пустословию и к тому, под чем не было какой-то правды. Вот, например, я стал задуматься, ну, почему в этом, а вот в этой аутогенной тренировке такая фраза есть? У меня правая рука тяжелая. А зачем? Какая тут правда? Зачем мне, у которого, допустим, мигрень или, допустим, не так зубы выстроились во рту, кривые, например, зачем мне, чтобы у меня была правая рука тяжелая, когда мне хочется, чтобы у меня зубы были ровные? Дальше больше. Моя правая рука тяжелая, второе упражнение. А дальше, дальше вообще ничего не понятно. Прохлада в области лба. Здесь полный желудок полипов, а автор аутогенной тренировки говорит, что прохлада в области лба. Зачем? И надо сказать, что аутогенная тренировка, которая была так популярна до 87-го года, и так многие зубрили ее. Сначала Шульц дал шесть упражнений, а наши уже додумались до 144 формулы. И сам себе человек долбит, что у него должно пройти, что у него должно улучшиться и так дальше. Но все это были слова. Один поэт, знаете, как сказал? Быть сильным, вот, друг, мои слова. Одни поцелуи, все сильные. Читаешь Оружие психотерапевта словом. Только лишь словом. А если он зашел, вот мы сидим в купе, А он зашел, а у него скула, А у него упавшая щека, А у него шея вот такая вот, И посмотрел из-под лоби. Стало бы весело от этого. А он ничего не сказал, он добрейший человек. Он такой свою шею продемонстрировал. И съежились, сидя в щитах. И не думал никого трогать, А готовый под лобки лезть от страха. Было такое в жизни? Было. А слова не было? Есть такое. Кричат глаза, Кричат глаза, Когда уста Молчат, принудены. В этом говорят, А я вас люблю. И я, правда, легко как-то сказал, Наверное, эти слова говорятся подругам. Я вас люблю. А вы что делаете? А вы не верите этому. Потому что Это слово Произнесено, А в глазах другое. Или он говорит, Я не крал, Клянусь, не крал, не брал, Это не я. А глаза другое говорят. Крал, да еще как крал. Поэтому Не всегда слово всесильное. Конечно, передать информацию можно словом, Рассказать Об этом. Но сделать так, чтобы Добраться до Ну, невозможного. Ну, как добраться до глазного дна, Не трогая глаза? И вот я предложил такую схему. Вот, например. Во-первых, так. Я предлагаю лазить через окна. Через двери, через крышу, через дымоход. То есть, Для того, чтобы вам была ясна схема, Я так образно, Ну, пусть я приведу, Например, дом. Вот стоит дом. Вам нужно зайти в дверь. Ну, в этот дом. А дверь закрыта. А зайти нужно, что вы будете делать? Лезьте через окно. Нет, лезьте через подвал. То есть, Для того, чтобы повлиять на человека, Все средства хороши. Все, Абсолютно все. И явные, и скрытые. И слово, и жест, и взгляд, и молчание. Ибо оно бывает красноречивым. Говорят, красноречивое молчание. Помогите, кто мне делает. Что такое? Я в регион хочу записать. А эти деятели, видите, что я со мной делаю. Что делаю? А мне разрешается записывать здесь. Я его поставлю. А я, вы не спросили разрешения. Я у них спросил. Нет, я дал команду, Никому не записывать. Никуда не пойдем. Никто не записывает. Потому что подпольно записывают, А потом начинают и статьи появляться, И все, что угодно. Вот это тоже болезнь бестактная. Спросите разрешения. Скажите, вот я такой, такой хочу записать. А зачем, что вы записывали? Я не желаю этого. Вот. А то, что вы занимаетесь рукоприкладством, Это второе ваше нарушение. Это все Россия. Сразу. Вы знаете, если вы так в Америке коснулись, Вам же надели бы наручники. Уже наручники были бы на ваших руках. Сто процентов. Потому что человек, он сейчас в городе испугался. Я испугался, и все. Мне теперь мерещится он. И все. И есть 2 миллиона долларов. Куда хочешь, что хочешь, то я делаю. Ну что я могу сделать? Для меня, мне кажется, что гром гремит здесь. А вы говорите, плохо слышно. Ну может быть развернуть эту колонку каким-то образом. Я не знаю. Иначе все это идет холостое. Ну а теперь, как слышно. Ну а теперь, как слышно. Я повернулся и из этого несколько-то ушел. Теперь я начинаю вспоминать, читая эту статью в комсомолке. Что этот институт много денег народных угробил. Исследует черт знает что. Физики говорят, давайте мы вас поищем в лучи. Ну ищите. В физике лучи ищут всегда. Ищут поля. Ну как же так? Прошел человек и не найдут никакого поля. Нашли. Более того, сказали, держите. Дали мне в руки пробирку. Я взял эту пробирку. Во-первых, они мне нашли лучи самые мощные. Вы сказали, вы самые мощные экстрасенсы. У вас 653 единицы. Пускай. Я так ухмельнулся. Потом дают мне пробирку. А там бактерии дизентерийные. Только я взял в руку, эти все бактерии вверх ногами. Все сразу дышали сознание. Где-то полдня. Потом где-то аж вечером только зашевелили лапками. Вот и появилась статья. И он тоже экстрасенс. Вот она цена этих исследований. Ужасно. Какой низкий уровень размышлений. А самое главное, знаете что? Вообще в человеке, что самое главное? Здравый смысл. Здравый смысл и ничего больше. Просто всегда надо спросить. Самого. А действительно это может быть или нет? И вот, наконец, считаю сегодня. 500 миллионов рублей угрохали. Никого не спрашивали. Экстрасенсов. И увенчали эту статью такую фразу. Крупномасштабная афера. Почитайте эту статью. Крупномасштабная афера. Мошенничество. А разве об этом не говорилось? Разве не говорилось, что есть презумпция доказанности? Что уже есть вещи доказанные. Например, известно, почему человека можно обезболить. Не потому, что лучи на него повлияли. А потому, что овладели его воображением. Что ему дали информацию, установку. Вот что. Вы думаете, слово установка мое? Я никогда никого не воровал. А слово установка я взял у грузинского ученого, выдающегося грузинского ученого Узнадзе. Его учение установки. А с другими словами, программирование. Потому, что людей нужно программировать на излечении. Вот и все. Задать им такой тон, такую программку, что прошла обход. Но, чтобы эта программа осуществилась, надо очень утонченно это сделать. Я имею ввиду, люди от лица других. Потому, что опять не с той стороны заход. Потому, что еще ни один колдун, шаман, знака, ни один черномор никому не изменял цвет волос. Вот и все. Не менял цвет волос. И никому никогда не выпрямляли пальцы. Кривые. И ноги тоже, кстати. Знаете, сколько есть людей, у которых кривые ноги уже в зрелом возрасте, 35-40 лет, стали ровные. Вот она стоит, у нее только смыкаются колени, а пятки не сходятся. А сейчас сходятся. Почему? А кость очень послушная. А почему кость послушная? Потому, что она раньше была, чем наше размышление глубокое, чем знание литературы, художественное. И то, что было древнее и раньше, оно послушно. Послушные волосы, связки, сухожилия, кожа. И в самую последнюю очередь, в этом ряду, пристроился мозг. Поэтому все то, что связано с мозгом, идет очень туго. Попробуйте вылечить пациента, у которого неврозно-авязчиво состояние. Например, вот он боится заразиться. И он 20 раз в день, 120 раз в день моет руки. Вылечите его. Я знаю, что такое. Я 25 лет провел психбольницы и знаю эту категорию больных. Они очень являются тяжелыми. Почему? Вот у него такая программа записана. И на мозг влиять сложно. А вот на пяточную кость хорошо, а считалось всегда наоборот. Но не с той стороны заходили. А вот я с какой стороны захожу? А вот ни с какой. А зашел ли я сейчас? А ну, кто скажет? А я зашел доказать. Да сейчас пройдусь по ногам вашим каблукам. Хорошо, что они в жестких туфлях. И буду ходить по пальцам. А в лице меняться не будете. Потому что уже зашел. Встал к микрофону. И начал. Я, Руфат Рискию, чемпион мира по боксу. Инвалид второй группы. И пошло. И оказалось вот что. Что он, имея переломанные кисти рук множественные, Был инвалид второй группы. А группу сняли. Потому что после наших сеансов у него прошли малейшие следы бывших переломов. И рентгенологи сказали, у вас не было переломов. Вот что случилось. Я вспомнился в фамилии спортсмена, потому что спортсмен простит. Академиков не хотел вспоминать. Кто их знает какие-нибудь там. Спортсменов я так получше знаю, чем академиков. Знаю, что Руфат не обидится то, что я сказал о нем сейчас здесь. И слава богу, что у него нет этой инвалидности. Руфат Рискию. Я жалею, что не ему подарил 5-комнатную квартиру. Вы знаете, что случилось в Ташкенте? Для того, чтобы так немножечко, ну чуть-чуть приятное сделать. В разговоре с руководством я сказал, знаете, ну давайте сделаем такой психологический ход. Ну давайте вот сюрприз сделаем людям. Пускай знают, что на свете иногда сказка или мечта осуществляется. Ну в чем? Я говорю, давайте кому-нибудь квартиру подарим за мой счет. Только ни одно, ни двух, ни трех, пяти комнат. Кому, кому я захочу. И сделали это. И это все пошло на весь Узбекистан. И я вручил этой женщине в ордер. Но промашку одну я сделал. Они говорят, вы знаете, мы вам чуть-чуть посоветуем. Кому лучше, мы лучше знаем людей. А вдруг вы дадите тому, у кого уже есть квартира. Я говорю, ну и что, пускай две. Пускай с него и начнем, чтобы у нас в нашей стране по две квартиры каждая имелась. С него и начнем. Нет, все-таки давайте кому-нибудь такому, что мы знаем лучше. Я говорю, можно доверять? Можно. И они написали фамилию сами. Вот это был мой прокол. Ну, кстати, эта женщина, несмотря на то, что я платил, до сих пор еще этой квартиры не получила. Только я хочу узнать, где наши журналисты, которые туда поедут и раскопают этот случай. Почему я вдруг купил эту квартиру, а эта женщина квартиры не получила? И почему меня не поставили в известность? Если не то пошло, пусть вернут все мне назад, да еще с 40-процентной надбалкой. Вопрос переиграет. Скажу, давайте в Москву отойдем кому-то, раз вы не умеете распоряжаться. Вот так, наугад. Ну, кому нужна? И раз, и дал. Жалею, что рухатурец Киеву, честно. Теряю рассудок. Почему? Да я связку эту вижу. Я думаю, боже ты мой, да в этой связке Нобелевская премия, в этом сухожилии. И запомните мои слова, что, я думаю, что будет до 2000 года, мы все любим круглые даты, хотя Высоцкий сказал, жалею вас, приверженцы фатальных дат и цифр. А все-таки хочется до этого рубежа 2000 года и сказать, есть вещество трубца, вот оно в этой пробелечке болтыхается, а теперь я буду мазать свои трубцы. Гормоны. Когда нашли гормоны, сколько людей выжило из-за того, что стали применять эти гормоны другим, что раковые больные не пользуются, синестролом, например, или не применяется при инфарктах, целый ряд гормонов, применяют. Третья группа. Я уверен, что к нашему стыду мы все так хорошо себя знаем, что не знаем, какая третья группа, не так ли? Ну, кто знает, какая третья группа внутренних лекарств была открыта? Никто. Ну, может быть, кто, кое-кто из врачей. Простагландины. Слышали о таком веществе? Интерликин-1, 2, а потом уже и 3 сейчас обнаружили. Антираковое вещество. Откуда взято? Из человеческого организма. Четвертая группа. Вот к ней подошли вплотную. Это то, что создается в момент воздействия. Ну, например, я уверен, что человеческий организм выделяет допинги. А откуда она вдруг, мать возбужденная, вдруг она поднимает какую-то тяжесть, спасая сына? Почему он, толстяк, который трудно повернуть шею, в момент пожара на самолете, как ящерица, проникает через иллюминатор? Голова только может пролезть, а тут его и живот, 140-кг дяди. Как ящерица. Мне рассказывали пилоты, как толстяки проникают через иллюминаторы во время пожара на самолетах. Почему? Почему на Северном полюсе, я читал, стоял летчик в Валенков, в Тулупе. И вдруг по плечу его кто-то, он не обращает внимания. Его еще раз по плечу, он снова не обращает. Наконец, он разозлился, так выругался, оборачивается, а белый медведь стоит. А в следующей секунде он говорит, я не помню, что было, но я знаю одно, что я оказался на крыле самолета. И никакой брумень туда не выпрыгнул бы. Даже без Валенков. А он там. Откуда? Да потому что допингом он образовал. Допинг. Почему охотник пошел на медведя? Там же на Сахалине я слышал это. А медведь, сколько он не стрелял на него, неуязвим. И последний патрон остался. И два метра расстояния. И последний шанс. И последний выстрел. И шанс взят. А борода мгновенно стала белая. Почему? Вот какое-то вещество возникло. Потому что эти исследования надо делать в действии. Вот сейчас возьмите любого на то, чтобы определить допинг. Нету никого. А для этого нужно вон там, наверху зависнуть. И там не рукой, а ногой держаться за какую-то перемычку. Вот тогда ваша нога будет очень цепко все держать. Тогда и допинг есть. Там. Но не здесь. И поэтому, когда у него рубец проходит, только в это мгновение его надо исследовать. Когда пол рубца прошло, пол еще есть. Туда и туда тыкай иглу. Доставай эту ледазу или там что-то еще. А потом пробирку. И к 2000 году, вот она. Вот такие исследования надо делать, а не исследовать, как я делаю. Вот они в Минздраве решили. Тут у меня целая папка. Как они нагло и по-хамски отвечали людям, что он в системе Минздрава не работает. Это как я не работаю? А телепередача, это что не работает? Вот сейчас выстроится целая шеренга. Это что не работает? Надо обязательно в Минздраве быть? А позади 25 лет, извините за выражение, в дурдоме. Это что такое? А теперь тот опыт я всюду применяюсь в свою жизнь. Езжу, общаюсь. Ну и что, что здесь нет печати облздрава или там министерство? Я был в Освенциме и стал около одной надписи. И, кстати, не только я один стал, а многие другие подходили и смотрели. Видно, ногтями было выцарапано. Прощай, мама. Что-то такое. И все стояли, и многих слезы были на глазах. И вы знаете что? Под этими выцарапанными буквами не было никакой печати. Ни Минздрава, ни облздрава, никого. И люди верили, что это выцарапано было ногтями. Новое пробивается, уважаемые друзья, с трудом. А в особенности, когда ломаются старые догмы. Когда я восстал против вот этих канонов психотерапевтических, тяжелых, как двухпрудовий гири. Например, делят людей. Вот вы гипнабельный, заходи. А не гипнабельный, уходи. А он инвалид войны. Ему ногу оторвало. И у него фантомные боли. А он невнушаемый, никому не верит. Потому что уже лечат его 50-45 лет. И никто не вылечил. Поэтому он вправе быть невнушаемым и негипнабельным. Он всех посылает подальше. Но на всякий случай пришел. А я ему скажу, вы знаете, вы негипнабельные. До свидания. Так какое я имею право так сделать? Он больной? Он пациент, он принес свою боль. Я обязан не делить его на белых и черных, а брать его. А если мне не дано, то на диплом положи на стол. Иди в сантехнике. И вот они с этими догмами. Внушаемые, невнушаемые. Гипнабельные, негипнабельные. И прочее, прочее. Старались в тисках держать дальше все это. И на меня накинули аркан. Но, к счастью, я выжил в этом аркане. И этот аркан мне ничего не сделал. Хотя хотели крепко-крепко чего-то сделать. И хотели сделать и таким, и сяким, и этаким. А вот я сижу перед вами вот здесь. И дальше буду сидеть. Их нет, а я буду. Вы знаете, ведь кто-то, кто ведь дирижировал этим, кто-то ведь руководил. Кто-то руководил всем этим. Кому-то не нравилось это все. Не так же просто было, кто-то дал команду газетам и журналам. Кто этот кто? Узнаем когда-нибудь. Но я могу на всякий случай сказать, что я догадываюсь, как это высоска. Догадываю, кто палки ткнет в колеса. Я думаю, что это направление выживет. Сейчас, я думаю, общество стало немножко трезветь в отношении всяких чудачеств. В отношении всякой мистики стало чуть-чуть трезветь. Чуть-чуть так стало приобретать здравый смысл. Дай Бог. Появилось очень много людей, которые стараются помочь и среди работников телевидения, прессы и радио. Ну а самым главным образом мне помогают те вы. Все вы. Я помню, когда я уехал отсюда. Мне не хотелось ехать, но так уж получилось. Был контракт. И я только выживал среди людей. Только среди них растворялся. Потому что где-то и сам себе, наверное, какой-то давал импульс. И выжил. И опять-таки слова Высоцкого. У него очень хорошая фраза есть. Поможет океан, взвалив на плечи. Вот так это океан людей. Он меня взвалил на плечи, вынес на своей волне выздоровления. И все. И поэтому я остался цел. Я хочу двигать дальше это дело. Дальше. Я думаю, что телетерапия вернется. Она не может не вернуться. Потому что не может быть так, что когда трактор приехал в село, его забросали камнями, он больше не вернется. Он вернулся. Потому что медицина должна быть вооружена техникой. Вот мы сейчас с вами разговариваем. Представьте себе, что это транслируется куда-то где-то. И все это слышат. И все это понимают. Так же, как и здесь. Даже еще лучше, потому что под головой подушка. А рядом кофе, стаканчик. Да еще кошку поглаживают. Или кого-то там еще поглаживают. И все 24 удовольствия, информация и домашний уют. И никуда не надо идти. Не так ли? Ведь мы же смирились с тем, что мы смотрим актерам по телевидению. Кто мне скажет, как лучше смотреть? Я лично на концерты не хожу, а по телевизору лучше мне смотреть на того же актера. Поэтому приход техники и медицины, в частности психологии, это является практически новым. Но до сих пор это никак нельзя вдолбить им головы. Я прошу уже, может быть, и не стойте, уважаемые люди. Видите, сколько вас много, сколько еще информации. Вот. Ну, а зачем хлопать? Вы напрасно, еще пять человек, чтобы не хлопали. Давайте будем слушать. Я же должен курсировать здесь. Можно дать. А вы что, болели у нас как андроза? Сколько лет? Давно. Прошло около окружения, двоение и затылок поездки. Оставьте потенциально это для себя. Сейчас мы будем. Значит, с андрозом хотелось танцевать, но я думаю, что это уже не нужно. Не надо, не надо. Садитесь. Верим. 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 Теперь закройте глаза. Верим. 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 Чуть-чуть тише. Нелегко попадать сразу, в одну точку, все равно как снаряды выпасть в одну ту же ворону, дрожжу. И где-то мы чуть-чуть, чуть-чуть потоптались от входа в эту часть. И имеет это значение для кого-то данных. Иногда делаем иначе чуть-чуть, а потом выравнивается кривая. Потому что не может быть академичности при таком количестве людей. Игра полажалась, а может не игра, а целая битва. Сегодня без вдохновения, на одном только рыбке. Не задавайтесь целью никакими. Никакими. Впрочем, одной. Задайтесь целью, не задаваться целью. И это так непросто. Так непросто отступить от стандарта. Все время что-то надо думать, что-то надо делать, что-то надо решать. И вот сейчас тоже решайте на пассивные. Идите за всем этим следом. Две вещи произойдут. Зримые и незримые. Важные и неважные. Зримые и неважные. Незримые и очень важные. А зримые и ощутимые – это различные реакции. И кажется со стороны, что вот это уже и очень важно. Если кто-то вдруг зашевелил руками, ногами. Необязательно, хотя внешне убедить, не симптом, но симптом ненужного. Но нужного для того, у кого это. Поэтому все вы по-разному. Каждый посылает. Дадите вам желаю. Каждый посылает. Нет ничего такого, что может помешать. Даже это. Как будто бы непредвиденное. Руки в карман спрячь. И будет у нас перекличка из персонала. И будут нервы. Много чего. Потому что не так просто строится все. Однако кому дано, тот и дает. То внешне какую-то реакцию. Кто закружит. То еще. И каждый рядом сидящий не похож на другого. Впрочем, о чем скажу, не надо запоминать. Пересидите этот час, этих 20 минут или 10. Но уйдите в себя. Не блуждайте любопытными глазами по нелюбопытному. И вы во мне тоже не найдете того, что ждете. А если найдете, то от этого вряд ли что-то случится. Извлечите, пожалуйста, не вред. Сначала глупость, а потом не вред. Сначала глупость, а потом не вред. Не затрагивайте ни меня к вашей просьбе. И не советуйте вашему близкому человеку, сидящему с вами. Дайте свободу любой реакции, если возникла вдруг. Какая бы она ни была. Те, кто прошел несколько лет тому назад систему, где были движения, где была буря с вашим телом, то если она просится проявиться, дайте быть ей. Не ломайте в себе привычного, а остальные – спокойствие. Или каждого нашлась своя какая-то поза. Непридуманная, а как-то так сама собой случившаяся. И, возможно, две работы. Одна – отсутствие работы, тоже работа. А другая – на автомате. Вот качаете рукой коляску и поправляете. И не мешает это вам, как бы разделившись на двоя. Потому что не требуется от вас какого-то такого особого состояния, как медитация. Не требуется. Требуется одно – ваше нахождение здесь. Сидя, стоя, лёжа, в движении, в спокойствии, с верой, без. С пониманием. И тоже без понимания. Быть может, с галлюцинацией. Быть может, с чем-то возникшим в глазах. Тоже годится. Поэтому не находите схему общую для всех. В моих словах не ищите призыва, что что-то пройдёт. Ибо никогда, никогда не говорю призыва. Я знаю, многим хочется, честно так, услышать явственный приказ, что что-то прошло. Что именно конкретно. Хочется упоминания конкретного расстройства. Именно этого хочется. А я не призываю. Но знаете, что помню об этом пункте. И почему-то так не делаю. Поэтому не горчайтесь, если делаю не по-вашему, а по-своему. Тех из вас, кому дано сегодня быть в каком-то странном состоянии, как будто вы не вы. Кому дано было раствориться, никуда-то уплыть. Это одна категория. А другая та, кто холоден, треск, скептичен, недоверчив, любопытен, невзирая на мой совет, другая, опьяневшая. И как будто бы чуть не потерявшая я третья категория. И те, у кого уже нет ни рук, ни ног. О, кого тело куда-то делось. И безразлично позов, которые вы совершили. Это четвертая группа. Задремавшая шестая. И те, кто с каким-то чудачеством так со стороны. И кто с насильственным движением. А кто? Просто упавший и отключившийся, но и не отключившийся. Потому что самый отключенный, он же самый и включенный, не теряет контакт. И так не похож один на другого. Но для большинства наиболее типично одно. Спокойная застылость. Спокойная уравновешенность. Какое-то спокойное течение времени. И что бы ни происходило вокруг, какая бы казалась помеха, ничто это для вас. Ничто. А я? А я тяну время. И говорю, что говорится. А делаю, что делается. И то, что говорится, слышно. А то, что делается, не видно. Но чем меньше видно, как создается результат, то тем больше он создается. И многим дано испытать острые ощущения. Хотя ждал другого. Ждал чего-то такого медицинского. А вдруг пришло ощущение. И много вроде бы странного есть вокруг. Потому что многие в каком-то извивании тела. и пренебрежение к общепринятому и повергло их что-то на землю. А кое-кто со страхом. не задавайтесь никакой цели. Не старайтесь помочь. Вот если тебе хочется мне помочь, развращайся с этой мыслью. И, кстати, себе тоже не очень старайся помочь. Задумайся о чем-то. безразлична о чем. Дозволено о прошлом и будущем. Дозволен протест несогласия. Дозволено свое я в высшей степени. Все дозволено. и никто не обезумел, даже если со стороны вроде бы так. перематывается. И даже быть может толкнули, а вы не увидите этого. Потому что как просто люди вы уязвимы, а как пациенты нет. Не мешает вот это сутолоко, которое всегда бывает в больших залах, и неудобства кресла. И чье-то покашливание, и чье-то шумное дыхание, чей-то запах не мешает вам идти верно в нужном направлении. Вы ничего не чувствуете, есть такие, и ждете, когда же почувствуете. А я ведь сказал, что то, что мы делаем, оно невидимо и не слышно. Вот я иду и стою тебе на ногу. Зачем изменили позу? Вернитесь назад, какой сидела? И не смотри на меня никак, ни слепопытства, другим чувствам. А я встал на твою ногу и пошел дальше. Я сказал, наша сила понимания, но наша сила и вне понимания, красота, ну что же, через красоту перешагнул, ибо нет сейчас для меня некрасивых и не некрасивых, есть таинственные, есть неразбоженные свои тайны, и больше ничего. тふ 座 и oden куда ни Goo prophetic Sue А вот вы считаете себя вне игры, потому что игривость так и не покинула вас. И хочется быть симпатичнее даже здесь. Есть такие, кто и на плахе следит за выражением лица. А поэтому посчитала себя, что ты уже вне попадания, а ты как раз и попадаемая. Потому что неважно, игры вы или нет, согнувшись и расслаблен, или наоборот, люблю внезапность. А вот хочу выбить вас из вашей колеи домашности. Нет здесь вашего окреста, нет вашего распорядка здесь, нет вашей системы здесь. Поверьте, мое ложе прокрустого, у кого ноги короткие и хватят, а кого длинные, обрубывают. И даже почтенный возраст во имя победы где-то так пренебрегаются. И даете вы мне нырнуть рукой вашу прическу вот так вот небрежно, а вот вдруг измените цвет и еще что-то. Если пришла грусть, то пусть. Что бы ни пришло к вам, дайте себе свободу, даже кокетство. Ведь может, кокетничая, с чем-то расстанешься или что-то приобретешь, мог не говорить. Но хочу, чтобы кудрями осталась у тебя эта информация. Томитесь неизвестности. Если некоторые раздумывая, действительно ли так оно или не так, а вдруг не так, а вдруг потерял время, а вдруг напрасно сижу, а вдруг мираж, а вдруг все это грандиозный спектакль. Есть такие мысли. Отдайтесь этим мыслям. Любая даже, казалось бы, богохольная, или даже против меня мысль, пусть вы можете ругать. И можете все, что угодно. Ибо только принцип свободы. И в какую минуту, в какую секунду, в какой час зацепило вас это чудо программы, неведомо никому. Даже мне, если судить о каждого. И зацепило, в чем не знаю. У кого настроило струну, чтобы сыграло вас, где бы это нормально. А у другого, чтобы кожа ваша дала что-то фантастичное. А у третьего, а у четвертого, а у пятого, а у сто пятого, невозможно перечесть вариантов реакции. Изнутри и сверху. А если вы тихо погрузились в Думу, а Дума перешла в Дрему, а Дрема перешла в какое-то растворение, то это тоже ваш вариант, это тоже наш вариант. А вдруг вы сейчас, сейчас что-то гениальное создаете. Вдруг вы создаете строки. Вдруг вы решили задачу. А вдруг какой-то симптом. Тоже хорошо. Хорошо то, что хорошо. Хорошо то, что плохо. Очень хорошо. Даём упасть в ведро, даём разбиться люстры, раздастся звону, любому шуму, храпа, скрипу. Пускай во все услышим её. Для всех, кто устроился в благоухать, ничего не слышать и расслабиться. И не усыпляем, но пробуждаем. Кого усыпляем для пробуждения, а кого пробуждаем для усыпления. Тебя повергла ниц, и упала ты лбом на пол. Твой рисунок не я навязал, а в тебе оно само навязалось. Твой путь. Одно, если хотите, в словах скажу. Лично вам, далёкому от меня, как до луны. Потому что с такого места, где такие, как я, не водятся, пришёл ваш час. Ваш час пришёл, сказал. И, быть может, вы один из редких тех, кому подошёл и сказал в глаза или в усы прямо. А вам хорошо, молодеете на глазах. А вы не проверяете его? Что с ним? Может, заслонил я ему дорогу к гробу сейчас? Проверяете ли заслонил? Всё равно, да не видно. Доставляю на других себе верить. А теперь в ней будешь верить, хотя не верится. Если хотите знать, все вы сидящие здесь было с самого начала. Где-то вот до последней минуты моё поражение сегодня здесь. И съел у меня этот шёлохов, который обычно меня вывозил. Съел, высосал с меня всё. И только теперь я поймал этого норвейского коня за узбу. Только сейчас. Сейчас только поймал вас всех. А то уже удрали. Где-то только сейчас я стал в ударе, нашёл себя и вас. И от проникновенности слов от твоей правды хочется плакать простому человеку. От понимания, что какая-то произносится правда. И своя правда с ней звучит созвучно. Своей правдой вашу затрону правду. И хочется и вылечиться в слезах. Поэтому не запрещается. Через слёзы, через правду приди к другой правде. К совершенству. К норме. И многие излечатся от многого. И больше ничего не скажу. Многие излечатся от многого. И совсем не хочется мне говорить вторую часть этой фразы. Ох, как не хочется. Но правда есть правда. Но не все. И нет всего. Есть ещё и такая правда. А к ней можно добавить и третья. Это на сегодняшний день. А на завтрашний, быть может, и все. И от всего. Это уже мечта. Есть мечта в нашем деле тоже. И пускай в ваших глазах возникнет эта огромная толпа около микрофона. Тоже так вот. С сомнением, с недоверием. Взирали, слушали, внимали. И не надеялись. А оно прошло. Это счастье прошло. Как-то внезапно. И когда спрашивают у того, кто счастлив. Счастлив ли ты? Как правило, он скажет нет. А когда попадётся? Когда накинет на него несчастье аркан. Тогда счастье, когда от него освобождается. Забудьте с тем, кто забывается. Поплывите тех, кто уплыл. Поплывите дальше в мечте. Воспоминания, чем угодно. Не перечите ваши мысли, ибо вас два. Ваше первое, я и второе. В борьбе они. Ни тому, ни другому не мешайте. Хоть вроде бы всё понятно, а между тем, знаете. Есть нечто, даже когда и слишком откровенно. И всё равно в этой откровенности вырисовывается. Есть нечто. Это бесконечность. То, что называют многие божественность. Вот это и заставляет серьёзнее отлиться. Перед этим все бессильны. И это наше оружие здесь. Наше. И изменились многие кто в сторону совершенства, кто в сторону не другую. внешне. А внутренне, быть может, и не изменились. Такими и остались. Запомните. Охота, а не за вашим каким-то мелким признаком. Переступим через раздражительность. Через какой-то никчемный страх перед чем-то никчемным. Опустимся в догонку за невозможным. За тем, что требует решительного и жуткого. Пусть преградится вам путь к операционным столам. И даже к таблеткам. И ко всему. Потому что хочется ходить не в больницу, а на пляж. На свидание, а не ехать в онкологическую больницу. И на курорт. Хотя и он комом горло. Даетесь вы мне хорошо. И с каждым разом лучше. И ваши тела не такая же броня устойчивая. Нет. С каждым днем все больше тела людей напоминает мне пластилин. И даже то, что твердая кость, она как пластилин лепится в нужном направлении. Знаете, срабатывает. И теперь я спокоен, что знал, не дам быть катастрофе. А катастрофа уже стояла над головой. Поражение так и дышало мне в спину. Всем казалось гладко, хорошо. А я уже видел и свое, и ваше поражение. И последние минуты положение исправилось. Теперь легко. Чем-то совершение своего знания. Ибо каждому кажется, что есть знание. Но как только оно появляется, хоть чуть-чуть, оказывается, что его не было. А вот с вершины этого маленького лжезнания и моя работа где-то так под обстрелом. Слава Богу, броня может быть в десять пальцев. Скользит по моей работе ваш скепсис. и даже не вставляет царапины. А следовательно, и вам они мешают. Будьте скептичны, кто скептичен, отрицайте, топчите, что хотите. Такое хорошее, такое горькое и такое сладкое слово прощай. потому что дело сделано и, быть может, в падении, как с десятого этажа, где-то схватившись за карниз мизинцем все-таки не упал. Никогда и не долетал до земли, цеплялся чем-то, спасал положение. Вот и сейчас. Все читаю. Я это тоже прочел. Эту страничку. Хорошая страница. Побольше бы таких. Слезы уйдут, не волнуйтесь, а проблемы такие будут, маленькие. И где-то будет тоже свой педестал, может быть, раздумья о вечере. Принесется враган. Наш разговор с кишками так тоже, напрямую, минуя мозги. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok